это наша сибирь это наша сибирь это наша сибирь новая сибирь канал новая сибирь игорь костровой сегодня буду краток мир вашему дому христос воскрес братья и сестры сегодня православной церкви читается отрывок из 10 главы с 25 по 37 стих сначала я прочитаю писание евангелие от луки 10 глава с 25 по 37 стих и вот один законник встал и искушая его иисуса христа сказал учитель что мне делать чтобы наследовать жизнь вечную он же сказал ему в законе что написано как читаешь он сказал в ответ возлюби господа бога твоего всем сердцем твоим всею душою твоей всей крепостью и всем разумением твоим и ближнего твоего как самого себя иисус говорит ему правильно отвечал так поступай и будешь жить но он желая оправдать себя законник сказал иисусу а кто мой ближний на это сказал иисус некоторый человек шел из иерусалима в иерухон и попался разбойником которые сняли с него одежду изранили и ушли оставив его едва живым по случаю один священник шел тою дорогой увидев его прошел мимо также также и левит быв на том месте левит это кому кому дано право сегодня вот сегодня в наше время да это левит и левитами называют тех кто поет прославляет господа в церкви также левит так же левит быв на том месте подошел посмотрел прошел мимо самарянин же некто самаряне это те люди которые в то время их за людей не считали как бы люди которых не считали за людей самарянин же некто проезжая нашел на него и увидев его жалился и подойдя перевязал ему ран и возлил масло и вино и посадив его на своего осла привез его в гостиницу из позаботился о нем а на другой день отъезжая вынул два динария дал содержателю гостинице и сказал ему позаботьтесь о нем если издерзи и сдержитесь что более я когда возвращусь отдам тебе кто из этих троих думаешь ты был ближним попавшемуся разбойником спрашивает иисус законника он сказал оказавший ему милость тогда иисус сказал ему иди и ты поступай так же иди ты поступай так же как никогда вовремя сегодня я включаю радио вера и там я слышу что сегодня именно идет служение по этой теме и так то что я говорю я же говорю не только о протестантах я имею ввиду все конфессии я имею ввиду не только новосибирск не только санкт-петербург москву не только россия имею ввиду весь глобус о том то что происходит в религиозном секторе и вот сегодня как никогда вовремя радио вера я слушаю вот это послание я уже говорил на эту тему но я говорил так знаете сжато сегодня я вам отдам как это все происходит сегодня у нас первый момент мы поняли момент да человек избитый ограбленный священник прошел мимо увидел прошел мимо левит левиты это левиты это левиты прочитайте в библии кто они они ценны в библии не только там у нас сейчас христианстве ценный для бога мимо прошел мимо прошел некто самарянин с которым даже никто с которыми я еще раз повторюсь их считали в то время людьми последнего сорта некто мы даже не знаем имя этого героя так вот хорошо давайте отдам вам одну вещь вы знаете бог отец сирот и судья вдов так говорит библия сегодня в очередной раз я получаю информацию из допустим красноярска где проблемы в семье об этом знают церкви что проблемы у этой женщины с ребенком никто не соизволит приехать послужить помочь ей многие годы я не в силах я бы знаете были бы у меня финансы я бы полетел и помог я бы послужил этой семье я бы пообщался с этим ребенком но там в красноярске есть церкви мощные о которых я сейчас скажу еще раз повторюсь многие годы она не может себе найти место потому что нужно нужна помощь священников души попечителей помочь ей с ребенком одной первое второе православие рождество христово 21 год я помню сестренка кристина крестинка благословение тебе сестренка я знаю что ты будешь смотреть однажды сестра мне скидывает такие вещи я ехал в трамвае и про иисуса христа как собирают там всякую чушь затем не стало так больно я проезжал одна остановка до дома мне оставалось как раз на этой остановке храм я пошел в храм зашел в храм и стою и молюсь извините стою молюсь вот я стою так прямо молюсь богу моему и к и прошу прощения за всех людей кто такое говорит кто так живет и вдруг но рождество христово понимаете напротив справа от меня стоит священнослужитель и я смотрю пока я молюсь его снимают на камеру на рождество и вдруг я молюсь вот это все вижу что его снимают и слышу кто-то плачет я поворачиваюсь слева от меня на коленях стоит семья муж держит ребенка маленького два годика ребенку и жена семья стоит на коленях и плачет священник снимается на камеру и ноль внимания я не мог его обличить при всех не имел права мы потом с ним увиделись я ему сказал я такой что я подойду и скажу второй момент второй момент мы с ильей с братишкой ехали по своим делам по служению что-то мы ехали были у нас но свои моменты и вдруг недалеко от никольского собора нам приходит информация ребенок только что родившийся лежит в реанимации в барокамере знаете вот для ребятишек такие вот эти барокамеры и был день как раз михаила архангела знаете нас не нужно долго уговаривать нам нас попросили помолитесь и его зовут этого день михаила архангела мальчика зовут миша мы влетаем в никольский собор заходим не то что мы там знаете бегом вот это все дело мы зашли встали в очередь как все купили свечи но все это время мы нам надо было быстрее нам надо было быстрее стали посреди храма на колени и начали молиться за этого ребенка стали на колени лицом в пол и молча павто хочу с хочу вам на это заострить внимание чтобы вы не подумали что мы кому-то там помешали молча молимся за спасение этого ребенка и мы настолько ушли в молитву что я потом с илюшей говорил он также слышал как и я где-то далеко встань встань и этот голос все ближе встаньте я вам говорю вы что здесь устроили я понимаю что стоит какой-то человек и подымает нас колен слава богу мы домолились я встал и говорю ты кто и говорю уже на весь храм ты кто ты сейчас людей с колен поднял которые молились за младенца который в барокамере ты кто а он оказывается ходит в храме разливает масло в лампадке никольский собор сан петербург православная церковь почему для так дико что люди стоят на коленях и молятся за ребенка в тот момент вы знаете он не подумал проблема какая-то у ребят какая-то проблема пусть даже он не думал бы что мы за ребенка молимся у нас какая-то проблема знаете что если ты настолько священ ну ну служитель церкви и ты считаешь что ты такой православный встань вместе с ними на колени помолись что же вас несет то я знаю много множество людей которые не ходят православные храмы из-за того что им однажды сказали не так стоишь не так свистишь не так одета но знаю одного служителя который когда-то на служение к нему пришла девушка в джинсах она ей нужно было срочно прийти на собрание помолиться она стояла в джинсах и бабушка которая много лет в этой церкви она подошла такая со шваброй знаете иди отсюда негодница этой девочки подошел священник и сказал этой бабушке иди отсюда иди отсюда и найди смирение и не приходи пока его не найдешь я мог бы привести еще множество примеров но теперь давайте пойдем глобально что меня радует православие люди знают конкретно где стоит храм они видят купола они слышат перезвон они даже сегодня слышат слышат как идет собрание потому что в даже внутри идет собрание в громкоговорителях на улицу собрание слышат люди о чем идет речь что читает священнослужитель или о чем он молится кто ближний вот вам ответ почему я не считаю вот этих о ком я говорил библия сегодня посмотрите опять будет в комментарии библия сегодня разоблачение сект почему я говорю о них хорошо вот это уже будет сейчас глобально я сейчас сказал что православная церковь можно найти ты увидишь купола и тебя жутко нужно помолиться ты найдешь куда зайти ты найдешь священника которому нужно подойти давайте поговорим о протестантов а харизматах а баптистах о католиках поговорим ну а и так далее да давайте поговорим на эту тему смотрите что такое собрание да что вообще такой церковь церковь это где дается тебе евангелие евангелие спасения где тебя кормят духовной пищей для потому что твой внутренний человек нуждается в духовной пищи вопрос такой смотрите касательно пищи мы знаем сеть магазинов магнит мы знаем сеть магазинов пятерочка их множество еще других да и весь народ на улице от мала до велика от младенцев до старцев знают что есть такие магазины где можно купить себе продукты пополнить свою житницу вопрос напишите мне кто просто кто еще не христианин кто простой человек кто еще не знает кто такой бог его любовь не знает иисуса христа напиши знаешь ли ты что огромная сеть краеугольный камень церковь знаете цхм церковь христианская миссия знаете ли вы знаете ли вы что есть такая церковь миссия свет христа в санкт-петербурге где руководитель этой церкви женщина и что она она сеть свою она свои щупальцы через еще я накидова есть из израиля прилетает пророчица и там много там всякие орловские там очень много фамилий можно назвать которые вчера чем я закончил что вы покорены женщинам вот это есть сегодня очень многие под крылом этой женщины вопрос остается открытым я назвал несколько вам церквей вы сколько их движений драгоценные движений этих церквей и в каждом движении ни одна церковь я вам не просто говорил десятки миллионов не просто миллионы десятки миллионов христиан для чего нужны на этой земле то есть грубо говоря извините зачем они собираются для какого интереса они собираются 20-30 лет в своих собраниях и 20-30 лет о них не знают люди на улице не есть ли это секта подумайте что такое секта зайдите в интернет вы знаете меня вот это беспокоит но что касается кстати хочу сказать еще один момент это касается всех конфессий которые могут выйти и народу протестанты могут сказать нашим православным вы это вы прокляты потому что вы пока поклоняетесь идолам поклоняетесь иконам вы прокляты вот это евангелие представьте вот это любовь вот это единство православные могут сказать вы сектанты вы знаете исходя из того что происходит блин назовут и назовешь если бы я не был внутри изнутри не знал бы все что происходит протестанты настолько знаете библию вы знаете ее глобально в отличие от православных вы иметь отношение с богом вопрос почему вас не знает народ идите к погибшим овцам говорит иисус народ сегодня я не могу судить народ заблудший который сегодня забыл как идти через пешеходные переходы забыл как кто первый выходит из магазина забыл говорить как спасибо забыли вообще все они не виноваты и люди которые я продали я буду следующем послании говорить о семьях я сегодня не зря начал с красноярска с юли из ее и ее сына я вам буду говорить про это и нет вины людей которые заблудились и неправильно воспитывают своих людей вина церкви полностью на этом потому что люди которые воспитывают людей не знают вас не знают вас не знают бога не знают евангелие а то что раздают евангелие на каждом углу так извините у нас люди нет не отошли сегодня от свидетелей еговы еще не отошли и меня очень часто задают вопросы а у меня ничего не заберут попробуй человеку доказать что у него ничего не заберут потому что вас нет идите к погибшим овцам говорит бог а вы и мы сегодня читали священник мимо левит мимо а вот вот эти некто вот эти некто они ходят по земле общаются с людьми но вы знаете их настолько мало настолько мало этих моих братьев этих людей которых я за не только братьев я знаю людей которые в миру познакомились с богом через больницу и знаю множество девочек мальчиков мужчин женщин которые были на том свете они просто ну не говорят об этом они ну вот в узких кругах люди знают и все и они тоже ходят и несут евангелие но вот этих никто как мы читали сегодня в самом начале очень мало вопрос вам не стыдно или вы ни разу об этом не задумывались вы хоть раз ходили вы же живете протестанты вы живете как мирские вы катаетесь на своих тачках развлекаетесь со своими семьями живете на деньги прихожан не просто на жертву которую народ хочет дать а вы разводите их на бабло недавно мы смотрели лукьянова хочется проповедовать больше когда дают много денег это козюльки выкидывает повторяюсь потому что хочу это отдать давайте красные говорит и тут постанова женщина выходит и дает ему 50 пятитысячную чтобы зал увидел а зал я вообще не пойму насколько нужно быть такими зомбированными посмотрите как овец заводят на забой просто в интернете забейте козел есть стаде который заводит овец партиями на забой в здание и снова выходит ему там его там накормили чем-то вкусненьким снова выходит ходит там в загоне в каком-то опять открывается дверь и он идет овцы идут за ним мысли вслух так вот сегодня представляете я сравнение вам пример привел почему миллионы почему люди все знают магнит пятерочка но потому что ну потому что им скрывать нечего им скрывать нечего почему не знают всех это я кого только назвал этой единицы очень много движений и много цвет церквей если бы мы посмотрели с высоты небес ночью и они загорелись бы как лампочки люди добрые вы бы офигели а это я для чего вам говорю наша сибирь новая сибирь подумай ты не застрахован что завтра ты уже будешь в этой секте или твои дети вот как-то так будьте благословенны мир вашему дому аминь а